Приветствую всех у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом Американские вопросы. 8 миллиардов долларов помощи, обещания и неизвестность. Итоги визита Зеленского в США. С чем возвратится президент Украины из поездки в Соединенные Штаты? Нашел ли мирный план Зеленского отклика в Вашингтоне? Совершил ли президент Зеленский непростительную ошибку? Получит ли ВСУ разрешение бить американскими ракетами по целям на территории России? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с Раджаном Миноном, политологом из городского университета Нью-Йорка, Ильей Соминым, правоведом из университета имени Джорджа Мэйсона и главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Еремагаевым. Как соглашается большинство американских наблюдателей, цель визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты была совершенно очевидна. Это не исключено последняя для него возможность добиться от администрации Джо Байдена выделения дополнительной помощи, долговременных гарантий безопасности, которые будет вынужден уважать и следующий президент, и, может быть, самое главное, позволение использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России. Чтобы убедить американских скептиков, настаивающих на том, что американская помощь не может продолжаться бесконечно, президент Украины привез в Вашингтон мирный план. Детали этого плана так и не были обнародованы, но тезис Владимир Зеленский ясно изложил в первом по приезде в США интервью телекомпании ABC. «Украине нужна масштабная помощь, — сказал он, — чтобы она могла говорить с Россией с позиции силы, в противном случае у дипломатии нет шансов». Если верить американской прессе, в плане победы Зеленского не изложена ясная стратегия победы. Его рассматривают в Белом доме как прежнюю просьбу об увеличении поставок вооружений и снятии ограничений на использование американского оружия в новой упаковке. Как говорит Раджан Минон, такая реакция понятна. Зеленский представляет план, надеясь, во-первых, убедить людей в Вашингтоне, что мир достижим, во-вторых, что он не против переговоров с Кремлем. Но при этом он делает принципиальную оговорку. Этот план сработает только при условии увеличения военной помощи Украине. Конкретно расширение поставок ракет дальнего радиосудействия американского и британско-французского производства и разрешение на использование этих вооружений для ударов по целям в глубоком российском тылу. С точки зрения Зеленского, эскалация необходима, чтобы принудить Путина пойти на переговоры. Для Запада проблема заключается в том, что западные лидеры с самого начала войны столкнулись с неразрешимой дилеммой, необходимостью помочь Украине и избежать эскалации противостояния с Россией, которая является ядерным государством. Насколько я понимаю, в Белом доме в окружении президента Байдена как не было, так и нет единодушия относительно разрешения использовать американские ракеты для ударов по российской территории. И я сомневаюсь, что такое согласие будет получено Зеленским. При этом удары по стратегическим объектам на территории России едва ли позволят Украине получить стратегический перевес, в то время как у российской армии остается преимущество в вооружениях и боеприпасах. По некоторым данным, соотношение в артиллерийских снарядах на передовой между ВСУ и российской армией в какой-то момент было 1 к 10, несмотря на то, что Киеву был выделен весной многомиллиардный пакет военной помощи. Есть очевидные трудности с закупками и поставками вооружения Украине. Зеленскому необходимо разрешить и эту проблему. Кстати, показательно, что в то время, как президент Украины заявляет о необходимости добиться перевеса над Россией, президент Чехии, близкого союзника Украины, в интервью New York Times говорит, что Украине стоит быть более реалистичной относительно перспектив возвращения захваченных Москвой территорий. Их возвращение может быть делом очень удаленного будущего. Мне кажется, что президент Чехии Павел выражает консенсус, постепенно формирующийся в западных столицах. А вы исключаете вероятность того, что Джон Байден решит санкционировать использование длиннобойных американских ракет Украины, чтобы перед уходом из Белого дома подчеркнуть свою роль как большого сторонника независимого украинского государства? С одной стороны, он может под занавес президентства принять такое решение, поскольку это единственный шаг, который он не решался предпринять, несмотря на настойчивые просьбы украинцев. С другой стороны, он может не захотеть связывать руки следующего президента, особенно если это будет Камала Харрис. Иными словами, решение может быть любым. Сейчас никто не может предсказать, каким оно будет. Профессор Минон. Владимир Зеленский в своем первом после приезда в США интервью представил ясный тезис. Он говорит, что с Владимиром Путиным можно говорить только с позиции силы. Путин не понимает другого языка. Украине требуется помощь, чтобы начать говорить с Кремлем с позиции силы. Как вы думаете, это убедительный тезис для людей в Вашингтоне? В принципе, я думаю, Зеленский прав. Это веский аргумент для многих. Проблема для него состоит в том, что Путин, как мне кажется, верит, что он добивается прогресса на поле боя. Он не особо обеспокоен ситуацией в Курской области, где он постепенно собирает силы для контрнаступления. При этом у Путина нет никаких стимулов идти на переговоры или компромиссы, по крайней мере, до того, как будут известны результаты президентских выборов. Потому что победа Дональда Трампа может многое изменить. Единственное, я думаю, что реально может повлиять на поведение планы Путина, заметные успехи украинской армии в Донецкой области и успешное продолжение военной операции в Курской области. И это возможно. Если ВСУ начнет, наконец, оперативно получать вооружение и боеприпасы в достаточных количествах, тогда ситуация изменится в корне. Но я пока не вижу признаков перемен. Вы говорите, что Путин ждет результатов президентских выборов в США, скорее всего, надеясь на победу Трампа. И если не прекращение, то уменьшение американской помощи Украине. Как вы думаете, действительно ли возможный приход Трампа в Белый дом сильно изменит политику США в отношении Украины? Ведь Трамп говорит о том, что если Путин не пойдет на мирное соглашение с Украиной, он даст Киеву все необходимое для победы. Трудность с Трампом состоит в том, что в среду он может сказать противоположное тому, что он сказал во вторник. Кстати, во вторник, уже после прилета Зеленского в США, во время предвыборного митинга в Джорджии, Трамп сказал, что необходимо, как он выразился, уйти из Украины, очевидно, имея в виду поддержку Киева. Дескать, Байден и Харрис годами говорят о победе, этого не происходит, нам пора уходить. Поскольку это постоянный рефренд Дональда Трампа, то к таким заявлениям невозможно относиться несерьезно. Конечно, очень трудно представить, что в случае прихода в Белый дом Трамп тут же отменит программы помощи Украине. Но у нас будет президент, у которого наверняка будет гораздо меньше желания поддерживать Украину. Не будем забывать, что Трамп идет в кампанию под лозунгом прекращения участия Америки в чужих войнах, что совпадает с чувствами многих американцев, считающих, что у нас достаточно своих проблем, и нужно заниматься их решением, а не пытаться решать чужие проблемы. Это был Раджан Минон. Владимир Зеленский возвратится домой не с пустыми руками. Президент Байден отдал распоряжение о выделении 8-миллиардного пакета помощи Украине, в рамках которого она получит управляемые бомбы, системы противовоздушной обороны, установку «Патриот», причем многое из этого будет поставлено Украине в ближайшее время из американских арсеналов. Президент Украины получил и публичные заверения в поддержке. «Мы стоим вместе с Украиной и будем вместе стоять в будущем. Россия не одержит верх», — это заявил президент Байден. Вице-президент Харрис также выступила в поддержку Украины. По ее словам, те в Америке, кто призывает Киев договариваться с Кремлем, выдвигают те же самые идеи, что и Путин. Как оценивают эти результаты мои собеседники? Илья Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты незадолго до президентских выборов с очевидной целью попытаться заручиться поддержкой Вашингтона в противостоянии российской агрессии вне зависимости от того, кто победит на выборах — Камбала Харрис или Дональд Трамп. Как вы думаете, удалось ему справиться с этой задачей? Трудно сказать, но я думаю, что более вероятно, что нет, потому что очевидно, что кандидат республиканской партии Трамп, если он придет к власти, он захочет резко снизить американскую помощь Украине, и вряд ли Зеленский сможет его переубедить в этом. Юрий, в ходе поездки президент Зеленский немало говорил о так называемом плане победы. Этот план публично не был представлен, но считается, что его главные пункты — западные гарантии безопасности Украины, увеличение военной помощи с тем, чтобы говорить с Кремлем с позицией силы и дальнейшая финансовая поддержка. Это убедительный для его американской аудитории план, как вы думаете? Я считаю, что его поездка в Америку была неудачной, и согласен в этом с Ильей. И с дипломатической точки зрения, и с точки зрения выступления в ООН и продажи его плана. Дипломатически он нарушен баланс, когда поехал в Пенсильванию к демократическому губернатору с одними демократами. Если бы он ограничился только встречей с Трампом и с Камалой с одной стороны, как с двумя кандидатами, и с Байденом как президентом, это была бы сбалансированная дипломатия. Так он разозлил республиканцев очень этой встречей. Как мы знаем, маговцы Зеленского и до этого ненавидели. По каким причинам сказать трудно? Я думаю, в основном в результате путинской пропаганды, которую они очень восприимчивы. Потому что они на него вешают каких-то несуществующих собак. С той же буризмой, который обвиняет в коррупцию Украины, хотя это коррупция Америки была, а не Украины. С первым импичментом Трампа, где его обвинили фактически в шантаже Зеленского, а Зеленский сказал, что Трамп его не шантажировал. Но так или иначе, Трампа не исправишь, маговцев тоже не исправишь. И какие они есть, такие они и есть. И в общем-то, эти действия Зеленского вызвали в первую очередь у самого Трампа просто резкое недовольство. Илья, президент Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, но президенту Зеленскому, по-видимому, не удалось получить санкцию на использование американского оружия для ударов по территории России. План Зеленского был назван «Нью-Йорк Таймс» набором старых идей. Быть может, Киеву требуется новый подход в отношениях с его самым важным союзником в новой ситуации. Я не знаю, что он может сделать новое, чтобы сильно изменило политическую ситуацию по отношению к Украине в США или даже, может быть, в других западных странах. Я думаю, что Зеленский абсолютно прав, как говорит, что шансы на победу у Украины будут выше, если ему предоставят больше оружия и, к тому же, если снимут ограничения на использование ракет и других западных боеприпасов на объектах на территории России. В этом параметре Зеленский на 100% прав. И я надеюсь, что рано или поздно американская политика с ним согласится. Но вероятно, что это сбудется только если демократы победят в выборах. Я не по всем пунктам согласен с Юрием, но он абсолютно прав, когда говорит, что никакими усилиями Зеленского не справят с Трампом и маговцем и так далее. У них накопилось идеологическое предубеждение против Украины. И многие из них даже симпатизируют с Владимиром Путиным. И это из-за глубоких факторов, а не из специфических высказываний Зеленского. Поэтому я думаю, что главная задача Зеленского – это всеми усилиями добиться на западных, чтобы снять ограничения на использование оружия, ну и к тому же, чтобы повысить подставки нового оружия. И все же, на ваш взгляд, есть ли сильный аргумент, который бы мог убедить Джо Байдена дать санкцию украинцам использовать американские ракеты для ударов по объектам на российской территории? Я думаю, что это в большей степени зависит от исходов выборов в Америке и, может, других западных странах, чем от него самого. Но я знаю, что в течение последнего года многие другие ограничения были сняты путем того, что он регулярно на это добил. Ну и к тому же специалисты и другие западные фигуры тоже приводили тот же самый аргумент, что если победят демократы в выборах, то же самое случится с ограничением на использование ракет на территории России. Потому что стало очевидно, что когда Запад проходит через так называемые красные линии Путина, он никакие серьезные меры против Запада не способен прилагать. Потому что если его военным силам очень трудно справиться даже с Украиной, он не может начинать новые бои с новыми, более сильными врагами. Рано или поздно западные лидеры это поймут. В этом случае, даже как раньше, понялись представление истребителей, другого оружия и так далее. Но, вероятно, это может сбыться только если демократы победят в президентских выборах. Если выиграет Трамп, не только не будет расширения западной помощи Украине, и, наверное, со стороны Америки будет сокращение. Мы вернемся к разговору с Ильей Соминым и Юрием Еромогаевым. Оставайтесь с нами. Подкаст «Тейбл Ток» с Александром Геннисом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Тейбл Ток» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает. Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». 8 миллиардов помощи, обещания и неизвестность. Итоги визита Зеленского в США. Мои сегодняшние собеседники Раджан Минон, Илья Сомин и Юрий Ярмагаев. Юрий, а вы представляете, как Украине добиться разрешения на использование американского дальнобойного оружия? Давайте не сосредотачиваться на одном только пункте дальнобойного оружия и разрешения на него. Это все-таки часть гораздо более серьезной проблемы. Что касается его плана в целом, то мы его до сих пор не знаем, он его не изложил. Мы можем говорить о его речи в ООН. И я считаю, что она была тоже неудачной. Неудачной по той причине, что он в первую очередь сделал акцент на так называемой ядерной безопасности. Говорят, возможно, атаки Путина украинских атомных электростанций. Подобное запугивание – это игра Путина. Это не игра Зеленского. Зеленский фактически сыграл этим на руку Путина. Потому что весь путинский мирный план заключается в том, что он говорит «отдайте мне все, что я хочу, или всем вам будет хуже». То есть это тактика Путина. Задача Зеленского была не в том, чтобы доказывать, что Путин – черт, а в том, что этот черт не так страшен, как его молюют. Что его можно победить и обезвредить. И Украина при необходимой поддержке Запада это может сделать. И объяснить, как это может сделать Украина. И что Путин слаб. У него тоже многие вещи уже на исходе. Как люди, так и запасы оружия и так далее. Вот о чем должен говорить Зеленский. А главное, он должен говорить о тех печальных последствиях, которые произойдут, если будет принят путинский план. То есть если Запад фактически вручит Путину победу и признает захват украинских территорий. Что это не приведет к миру. А наоборот, последствия этому будут очень печальны. Причем не только для Украины, но и для всего мира в целом. Вот о чем следовало бы в первую очередь говорить Зеленскому, а не пугать тем, что Путин может сделать еще хуже. Илья, слегка переформулировав вопрос, заданный Юрию. Может ли украинское руководство, президент Зеленский, что-то сделать, чтобы переубедить американских сомневающихся и обеспечить продолжение масштабной поддержки вне зависимости от того, кто в следующем году займет Белый Дум? Возможно, что было бы выгодно Зеленскому приводить те аргументы, которые только что перечислил Юрий. Хотя эти аргументы были неоднократно приведены уже многим деятелям на Западе. Судьба американской помощи Зеленскому в данный момент зависит больше от результатов выборов, чем от предприятий самого Зеленского. Может быть, Зеленский смог бы немножко косвенно помочь демократам победить при выборах, если он может добиться дополнительных успехов на поле боя, как он уже в некоторой степени сделал в результате военной операции в Курск или каким-нибудь другим успехам на поле боя, которые будут достаточно очевидны, что они могут как-то повлиять на американское общественное мнение. Юрий, вы согласны с тем, что от Зеленского сейчас мало что зависит, и украинцам не остается ничего иного, как ожидать исхода американских президентских выборов? Я с этим не согласен. Я как раз считаю, что ему ни в коем случае не надо вмешиваться в американские выборы, ни в какой форме, и что вот он сейчас именно этим себе навредил. Но Илья не предлагает Украине пытаться влиять на президентские выборы в Америке путем манипуляций. Он говорит о победах украинцев на поле боя, и эти победы могут помочь им в глазах американского общественного мнения. Они могут помочь, но эти успехи надо осуществлять независимо, опять же, от американских выборов. Это как раз необходимо для доказательства главного, что победа Путина не гарантирована, что Украина может сопротивляться и Украина может победить. Сейчас мы имеем дело с пиком информационно-пропагандной войны между Россией и Украиной. Каждая сторона предлагает так называемый мирный план. Мирный план Путина – это то, чтобы Запад прекратил поддержку Украины, заставил ее сдаться и подарил Путину победу, признав за ним все завоеванные им территории. Это то, что пытается продать Путин. Мирный план Зеленского – это план победы Украины и освобождения ей захваченных территорий. И тот, и другой план – это на самом деле планы победы той или иной стороны. Но разница между ними принципиальная. Если победа Украины действительно приведет к миру, то победа России к миру никак не приведет. И это, я считаю, главное, что должен объяснять Зеленский. Хотя Илья говорит, что об этом все и так говорят, на самом деле четко это не продемонстрировано и четко не говорится, какие, как я уже сказал, печальные последствия будут, если Путину будет подарена победа, так называемый мир на его условиях. А главное, что кто бы об этом не говорил, но очень важно, чтобы об этом говорил сам Зеленский. И пока мы этого не слышим, и он может много сделать. Что вообще не учитывается практически. Предполагается, что Путин очень силен, и его позиция очень сильная. А ситуация ровно обратная. То есть не учитывается слабость российской стороны. А она очень слабая. Она слабая и арсенале их оружия, которое на самом деле сильно исчерпывается. В запасе людей. Я убежден совершенно, что и власть самого Путина становится более шаткой. На самом деле Россия показала свою слабость и продолжает показывать свою слабость. И вот это то, о чем, кстати, должен говорить больше Зеленский. Но я согласен здесь с Ильей, что какие бы ни были слова, действия чрезвычайно нужны. И Украине надо не только заявлять о том, что она может победить, но как бы она ни была ограничена в силах и оружия, главное для нее достигать каких-то побед на поле боя. Если Украине удастся где-то отвоевать какие-то территории или организовать какое-то контрнаступление удачное, то это безусловно вызывает отступление Путина. Но на самом деле надо ввести эту всю пропаганду своей позиции со стороны Зеленского в общих категориях, не входя в партийные дела Америки. Конечно, вопрос с Трампом и то, что он лично считает себя задетым и оскорбленным, это очень серьезная проблема, потому что есть большая вероятность, что Трамп может стать президентом. Илья, эпизод, о котором говорит Юрий, возмутивший республиканцев, сторонников Трампа, это посещение Зеленским военного завода в Пенсильвании в сопровождении политиков-демократов. Может этот эпизод оказаться фатальной ошибкой Зеленского? Ведь на следующий день Трамп заявляет, что США пора, как он выразился, уходить из Украины. Спикер Конгресса призывает Зеленского отозвать посла Украины в Вашингтоне, а сенатор-республиканец Круз называет президента Украины полным идиотом за то, что он подвергает риску поддержку Украины со стороны республиканцев. Можно это назвать крупным проколом Зеленского, с вашей точки зрения? Я считаю, что эта реакция со стороны тех маговцев, которые и так уже были против Украины в основном, и из-за этого маловероятно, что его выступление в Пенсильвании значительно повлияет на ситуацию. Уже в течение долгого периода, начиная даже с февраля 2022 года, самые твердые сторонники Трампа и сам Трамп в большей степени симпатизировали Путину, чем Зеленскому, и они реагируют негативно на его выступление в Пенсильвании, не потому что Зеленский сделал что-то плохое, а потому что они и так противники Украины. Есть, конечно, разногласия внутри республиканской партии по этому вопросу, но те республиканцы, которые поддерживают Украину, они не перестанут это делать просто потому, что Зеленский выступил в Пенсильвании, поэтому я считаю, что то, что там случилось, мало повлияет на события, и через несколько дней мало кто уже будет продолжать обсуждать это выступление. Но это не единственная претензия сторонников Трампа к Зеленскому. Они ставят ему вину то, что он назвал потенциального будущего вице-президента страны Джей Ди Венса слишком радикальным в интервью либеральному журналу New Yorker. Так как этот будущий потенциальный вице-президент неоднократно говорил, что он абсолютно против любой помощи Украине, опять я считаю, что малоевероятно, что это высказывание Зеленского что-то изменило. Наоборот, может быть, немножко помогло, потому что те американцы, которые сторонники Украины, включая тех, как украина-американцы и поляк-американцы, которые живут в ключевых штатах, как, например, в Пенсильвании, в большей степени будут понимать, что если придут к власти Трамп и Венц, это будет сильно невыгодно Украине и всей Восточной Европе. И если Зеленский в некоторой степени об этом напомнил этим людям, он себе в этом помог, и он не может в значительной степени против себя настроить таких типов, как Венц, которые уже практически на 100% просто на него настроены. Юрий, я полагаю, вы не считаете, что действия, которые были восприняты республиканцами как вмешательства в американские выборы, которые могут теоретически помочь Зеленскому и Украине? Нет, я как раз с этим совершенно не согласен. Не согласен с тем, что все абсолютно предопределено, и от того, что делает и говорит Зеленский, мало что меняется в раскладе американской политики. Я считаю, что действие Зеленского было неуклюжим с дипломатической точки зрения. Как я сказал, оно нарушило баланс. Для него было, естественно, встретиться с Байденом, как с президентом, и параллельно с Камалой Харрис и с Дональдом Трампом, как с двух кандидатов в президенты. Поездкой в Пенсильванию с одними демократами он этот баланс нарушил. Это было неуклюже. И такие вещи меняют ситуацию, потому что все не так черно-бело, как говорит Илья. Во-первых, не черно-бело в раскладе среди самих республиканцев. Тед Круз не противник Украины. И никогда, в общем-то, им не было. На самом деле, Украину в основном поддерживал. Поэтому заявление такого человека важно. Что касается даже украинцев, живущих в Америке, я, к сожалению, уже от многих из них слышал очень нелестные слова по поводу Зеленского и Украины, потому что они считают, что Зеленский противник Трампа, а для многих украинцев здесь Трамп важнее, чем Зеленский или даже Украина, судя по всему. Это совсем не такая однозначная картина. Что касается самого Трампа, он это воспринял очень лично. Как он сам сказал, что если меня кто-то не любит, я его тоже не люблю. Может быть, это по-детски, но я такой. Это печально, когда такими детскими соображениями определяется международная политика. И я бы предложил Трампу вспомнить Винстона Черчилля, которого он вроде очень уважает и ценит. Черчилль терпеть не мог Деголя лично, персонально, и не скрывал этого. Но когда по окончании Второй мировой войны возникала опасность, что во Франции к власти придут коммунисты, то он согласился с Рузвельтом с тем, чтобы дать Деголю все лавры победы, чтобы тот триумфально вошел в Париж, что помогло Деголю прийти к власти, а коммунистам не прийти к власти. Это как раз очень хороший пример, когда личные чувства отставляются, когда возникают более серьезные и важные вопросы международной политики. И хотелось бы, чтобы Трамп тоже этому как-то научился. Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. 8 миллиардов помощи, обещания и неизвестность. Итоги визита Селянского в США. Моими собеседниками сегодня были Раджан Минон, Илья Сомин и Юрий Ермогаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкаста «Свобода» в YouTube на приложении «Тюн-Ин». Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели. Студия подкастов «Радио Свобода».